всем привет друзья вы на канале планета земля и с вами татьяна панова нам приехала сестра и мы решили сегодня устроить девичник мы ждем нашего экскурсовода 8 30 она подойдет и мы едем на грязь что это за путешествие будет и что это за грязи не приключайтесь смотрите мы сейчас отправляемся за на то можно уехать три направления на грязи наши экскурсии называется пиццар сейчас мы направляемся к автобусу и поедем в сторону тибрюка автобус должен ждать нас в районе северного рынка мы в автобусе и отправляемся в наше путешествие располагайтесь поудобнее у нас впереди еще с вами две заключительных посадки причем по пути все наши посадки и по традиции я начинаю экскурсионную программу когда вся группа собирается в полном составе а пока мы с вами покидаем первую курортную зону центральную историческую где вы отдыхаете и отправляемся на пионерский проспект где нас ждут еще наших экскурсанты и условной границей которая разделяет две курортные зоны является речка анапка мы будем пересекать данный момент историческое название бугур кривая горбатая когда-то именно с речки анапки начинали стены турецкой крепости анапа а сегодня нижний ярус набережной и центральный пляж справа детский парк был заложен 1979 году безродный год ребенка где сейчас реализуется новый инвестиционный проект книга джунгли парк экстрим мы с вами пересекаем речку анапку и оказались на самой длинной улице города на пионерском проспекте который носит статус старая курортная зона анапы протяженность пионерского проспекта 11 километров появился здесь сразу после великой отечественной войны в 1946 году именно на этой улице стали строить первые пионерские лагеря это были маленькие наэтажные домики палаточные городки которые приняли на отдых всего три тысячи детей с каждым годом анапа принимает все больше больше количество детей за короткое время на этой улице было построено около 70 пионерских лагерей так и появился вот этот пионерский проспект сейчас пионерские лагеря перепропелированы поздравительные центры клуб отели ривьеры разные статусы название улицы по-прежнему напоминает нам что в 1900 именно 68 году анапа уже получила статус всесоюзной детской здравницы сейчас удерживает статус всероссийской детской здравницы но пионерские лагеря к сожалению сохранились только в начале проспекта с каждым годом их становится все меньше потихонечку перепропелироваться очень жаль ведь анапа в отличие от других курортов черноморского побережья изначально застраивалась как детский и семейный курорт любуемся зеленым нарядом нашего города не случайно наш город называют городом-парком более 400 номинований встречаются в зеленом наряде анапы а в конце 19 века здесь было все все по-другому и неизвестный корреспондент из газеты северный кавказ преды посетив анапу дал весьма нелестную оценку нашему городу писал что анапа напоминает жалкий маленький городок с крыльями улицами с покосившимися домами крытые камешом кое-где черепицы те что побогаче растительности нет никакой лишь две одиноких и старых акации сиротлива и убога доживает свой век вот сейчас все по-другому но белая акация по-прежнему остается деревом символом анапы городом белых акации так романтично называли анапу до войны и у замечательного кубанского поэта ивана варабы есть на мини замечательные строчки белая акация на солнце захмелела трогает акацию ветер верховой белая акация свесит в гроздья белые весело кивает нам кудрявой головой уже не кивает уже цвета уже ведь и отсветает ракетник с правой стороны семейство акации их еще называют золотой дождь ленгаранская акация японская акация вот такие характерные представители зеленого наряда анапы туя биота посмотрите крымская пицунская сосна тополь пермидальный черный именно они больше всего преобладают на улице города но правил окна автобуса показался морской комплекс на его базе функционирует дельфинарий океанарий маленький пингвинарий и в этом месте расположен морской клуб бора-бора мы сейчас его видим правые окна автобуса уже завершил курортный сезон видите демонтаж оборудования ждет уже следующего лета но очень популярное месечко место проведения интерактивных программ пивных вечеринок выступления звезд эстрады слева одна из ведущих драме цена показалась нитями кубани где строится олимпийский объект для нашей сборной по водному полу и синхронному плаванию видим строительство гостевого коттеджного комплекса бассейн будет забором морской воды пока еще в стадии зрительства в окружении мест для зрителей где будут оттачивать мастерство наши спортсмены по этому виду спорта многочисленные здравницы она помелькает за окнами автобуса их сегодня на курорте 255 а до войны в анапе было всего лишь 22 санатория и те здравницы которые вы видите в результате ваших прогулок по улицам города в центральной части города они строились до войны санаторий малая бухта кто отдыхает бывший санаторий ленина и жене катон современный санаторий русь санаторий надежда бывший санаторий крупской мотылёк маяк анапа с них начиналась история анапы как курорта мы подъезжаем к следующему месту нашей посадки санаторий юность здравница принадлежит министерству внутренних дел занимает большую территорию по соседству санаторий десантник который принадлежит министерству обороны бывший санаторий гагарина принадлежала раньше нашему советскому космодрому по-прежнему две скульптуры гагарина и десантника украшают посадку этой здравницы но сейчас у нас очередная предзаключительная посадка затем я представлюсь представлю нашего водителя познакомлю вас с программой экскурсионного тора и в путь прошу прощения я чувствую себя как на пресс-конференции да не снимаем да ну вы ладно вкратце скажите я уберу я вас не снимаю хорошо хорошо я поняла я вас вообще не снимать все ясно но друзья с левой стороны показался новый технологический инновационный центр эра визитом приезжали президент российской федерации путин медведев так что это мозг наши военные обороны промышленности справа здравница центробанк россии золотые пески а мы подъезжаем сами к местечку с таким загадочным названием gmd gmd переводится как золотые пески в этом из рациональное зерно пляжи на пени случайно называют золотыми сейчас располагайтесь поудобнее я говорю доброе утро тем кто хорошо выспался успел позавтракать и сейчас прибывает в отличном настроении доброе утро тем кто не успел этого сделать и сейчас думаю только иди доброе утро тем кто считает что наши экскурсии наши путешествия обязательно принесет ему что-то новое интересное полезное доброе утро и тем кто так не считает давайте друзья знакомиться меня зовут любовь васильевна я экскурсовод туристической фирмы рич мне выпала честь сегодня быть вашим экскурсоводом позвольте представить вам нашего водителя пётр яковлевич и мы приветствуем это осеннее утро всех вас салоне нашего автобуса и сейчас я приглашаю вас на экскурсию под названием путешествие к азовскому морю отдых на пляже посейдон и на островке здоровья где находится вулкан тиздар дело в том что часть наших туристов небольшая толика отправляется сегодня на пляж посей дом большая часть на вулкан тиздар идентичная программа за исключением одного но те кто отправляется на вулкан тиздар сегодня имеют уникальную возможность искупаться в кратере самого настоящего грязевого вулкана это самое экзотическое явление таманского полуострова а вот кто отдыхает на пляже посейдон также будут принимать грязевые ванны но в чанах так называют бассейны которые заполняются вулканической грязь вулкана гефест но и купаться в кратере вулкана и в бассейнах друзья это совершенно два разных вот таких аспекта два разных ощущения тем не менее я называю нашу природу наш маршрут маршрут здоровья потому что у нас будет комплексное воздействие на наш организм прежде всего в центре внимания грязевые спа газовые ванны аэротерапия печенье воздухом будем лечиться не только морским воздухом азовского моря но еще друзья целебными травами настроенными фактически воздух на целебных травах таманского полуострова а ласса терапия так называли раньше греки морские путани вы живете с азовским морем и вас будет возможность сринуть азовское море черным узнайте почему азовское море узнайте самым самым теплым самым мелководным самым пресным самым рыбным целый букет эпитетом насобирала для характеристики азовского моря псамотерапия позагорать на великолепных пища на ракушечных пляжах псамописки и безусловно завершим нашу экскурсионную программу энотерапии так называется очень популярный метод лечения на всех курортах черноморского побережья лечение вином потому что дегустация обязательно будет нашей программе ну а как же иначе без дегустации это в корне загубленный маршрут тем более мы отправляемся на таманский полуостров где 38 тысяч гектаров виноградных плантаций 20 агропируем 20 винозаводов и не продегустировать продукцию лучших минозаводов таманского полуострова просто непростительно